Всем доброго времени суток! Я предлагаю приготовить сегодня вместе с нами вареники с вишней. Для теста потребуется 2 третьих стакана кефира и 1 третья стакана молока. Я уже соединила их вместе. Приблизительно 300-400 граммов муки. Это будет видно по консистенции теста. 1 яйцо, немного соли и в тесто я добавлю совсем немного разрыхлителя, с тем, чтобы тесто было более пышным. Кто не любит такое тесто, разрыхлитель можно не класть. Вместо разрыхлителя можно на кончике ножа добавить соды. Для начинки я возьму вишню, сахар и немного крахмала. Крахмал добавлю в сахар, с тем, чтобы лишний сок, который будет образовываться в варениках, не вытекал, а оставался внутри. Приступаем к приготовлению теста. Стакан кефира с молоком я помещаю в отдельную ёмкость. Сюда же добавляю 1 яйцо и щепотку соли. Всё это теперь нужно перемешать. После того, как размешали до однородной массы, добавляем муку вместе с разрыхлителем. Разрыхлителя я положила где-то ориентировочно 1,5 часть чайной ложки. И всё это перемешиваем, добавляя постепенно муку. Замешиваем тесто. Когда тесто уже будет достаточно густое, я перейду для замешивания руками. Вот такой кусочек теста получился. Тесто достаточно мягкое. И я его пока накрою, отложу на несколько минут, пока буду вынимать косточки из вишни, подготавливать начинку. Вынимать косточку быстро можно при помощи скрепки, вот таким вот образом мы уже показывали, или при помощи булавки. Косточка быстро вынимается, сок остаётся при этом весь в вишенке. Ну и таким вот образом мы вынимаем косточки из всех вишен. Вишня готова. И я сахар перемешала с крахмалом. На 100 граммов сахара чайную ложку положила крахмала. И можно приступать уже к приготовлению вареников. Я взяла кусочек теста, вот формирую из него круг, где-то 3 миллиметра, наверное, толщиной. И буду делать кружочки для формирования вареников. Можно просто отщипывать по кусочку и руками, даже без помощи скалки делать вареники. Как бы тоже такой способ есть. По поводу вишни. Если у вас вишня червивая, то предварительно нужно её замочить в воде с добавлением соли. И пусть она так где-то около часа постоит. Червяки повылазят все, и тогда можно будет уже готовить, не боясь, что вареники будут не только вишнёвые, а вишнёвые мясные. Итак, приготовили вот такую вот пластмы. Беру вот таким стаканчиком и делаю кружочки. Чтобы тесто не приставало, можно стаканчик обмакнуть в муку, если пристаётся его. Ну и таким вот образом делаем кружочки. Лишнее тесто уберём. Немножечко ещё вот так вот сделаю. Кладу где-то по 3-4 вишенки сюда. Добавляю смесь сахар и крахмал сверху. И защипляю вареник. Сначала в центре, по краям. Главное хорошо защипнуть, потому что будет образовываться внутри сок. Хоть крахмал его и заберёт частично, но чтоб не выбегал. Я сначала делаю вот так. А потом защипляю вот таким вот образом ещё. Вот такой вареничек получается. И продолжаю лепить. Опять я чуть увеличиваю. Кладу сюда ягодки. Добавляю сахар с крахмалом сверху. И формирую вареник. У меня аж слюна пошла. Потому что сегодня с утра очень захотелось вареников с вишней. Ну вот. На улице жара страшная. А я делаю в прохладе. Вот такие вареники. Повторяю, главное хорошо защипливать. Вот получился вареничек. Отправляю и формирую остальные. Первая порция готова. Буду варить по 10 штук. Вот уже приготовила 10 вареников. Пока я их делала, поставила в воду. Вода уже закипела. Отправляю вареники в воду. Вареники в воде. Я шумолкой очень аккуратно с дна вот так вот приподниму. С тем, чтобы они не прилипли ко дну. И жду, когда закипят. Прокипят минуту-полторы. И вареники готовы. Первые вареники вынула. В это время уже подготовила следующую партию. И заканчиваю таким образом делать все вареники. Вот такое количество вареников получилось. 50 штук. Если хотите сделать больше, значит увеличивайте норму, которая предложена изначально. Ну и я вареники все смастила сливочным маслом. И сейчас сделаю специальный вишневый соус. Я взяла вишни, которые освобождены от косточек. И слила сюда также сок от вишен, которые я помещала как начинку в вареники. И теперь беру блендер, перемешаю все это. Сюда я еще добавила сахара. Я добавила 2 столовые ложки. Вы можете добавлять по своему вкусу. Можете добавлять больше, можете добавлять меньше. Этим соусом потом мы будем поливать вареники. Вот такой соус получился. Вот такие вареники получились. Можно их кушать с соусом вишневым. Можно со сметанкой. Можно сметану смешать с таким вишневым соусом. И получится такой сметанно-вишневый соус. Получились очень вкусные. Вот такие сочные внутри. При вареничке. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.